Совсем недавно предпоследнее воскресенье января стало Днем Снега. Еще этот молодой праздник в нашей стране называется Днем Зимних Видов Спорта. Бесспорной столицей снежного отдыха в Ивановской области стала Милая Гора в Плесе. И по количеству участников, и по размаху мероприятия. Мы вошли в то число регионов, которые стали пилотными для проведения вообще в России этого мероприятия. У нас заявлено было несколько городов нашей Ивановской области. И, конечно же, одним из основных таких городов стал Плес и Иваново. Здесь в Плесе, конечно, очень удобно проводить, особенно такого формата, который нравится молодежи. Это параллельно с лавом, это снова борта. И именно вот здесь выбрана наша гора, где у нас есть возможность проводить такие соревнования. По числу участников сразу стало понятно. Зимний спорт ивановцам близок. Сотни людей с лыжами и сноубордами решили провести это воскресенье не на диване, а на снежных склонах. Кто-то зимой у нас спит, например, в Медведине. Мы, россияне, зимой не спим. Мы веселимся, радуемся. И я надеюсь, что этот праздник будет настоящим украшением нашей русской зимы. Не случайно, что он проводится у нас здесь, на горно-лыжном курорте Плес, который стал любимым местом для всех, кто любит зимние виды спорта. Естественно, центральным событием праздника стал сноуборд-контест «Центрифуга-2015». В дисциплине «Параллельный славам» приняли участие более 20 любителей сноубординга. Правила, в общем-то, просты. Добраться вниз по склону быстрее соперника. У нас соревнования проходят по олимпийской системе. То есть, кто приезжает первый, проходит дальше. Соревнования начались с 1-8 финала. Сейчас у нас уже скоро финал. День снега, уверены организаторы мероприятия, семейный праздник. Поэтому специально для мам, пап и малышей прошла большая эстафета, цель которой – выявить самую сплоченную и, конечно же, самую спортивную семью. Не остались в стороне от событий и юные лыжники – воспитанники спортивных секций со всего региона. Специально для них и для всех желающих прошла большая биатлонная эстафета. Поблажек даже совсем юным участникам организаторы и судьи не делали. Поэтому к финишу лыжники приходили уставшие, но очень довольные собой и полные впечатлений. Бежать было тяжело, особенно стрелять. Но все равно как-то так получилось, что я перебежал первый. Были преимущества, но все равно меня никто не догнал. Но в конечном счете победа – не самое главное. Главное – веселье и дух соперничества, которые и лежат в основе любви к зимним видам спорта.